Здравствуйте! О главных новостях в Орлее регионе расскажу я, Виктория Панина. Сегодня в выпуске. Дороги-то в основном почищены, центральные. Доры, конечно, занесены, еще, может, не успели почистить. Сражались до утра. Коммунальщики чистили Орел от первого в этом году большого снегопада всю ночь. Как оценили их старания жители и мэр? Стараемся работать с прямыми производителями. Цены держатся. Стоимость социально значимых товаров орловских супермаркетов проинспектировали. Студентам здоровыми. Преподаватели орловских СУЗов массово сдают тесты на ковид перед выходом на лекции. Гид из кармана. Музей Бунина и картинная галерея Курнакова стали первыми, кто цифровизировал свои экскурсии. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». 18 КДМов, 12 тракторов, 13 фронтальных погрузчиков, 3 грейдера и 4 самосвала. И это не считая более сотни рабочих. Такими силами областная столица встретила первый в этом году большой снегопад. Сражались люди со стихией. Всю ночь. Олег Рудаков знает, кто победил. Вечер среды породил среди орловских автомобилистов пессимистические настроения. Оно и понятно. Начавшийся днем снегопад обещал продлиться и всю ночь. Зная, как коммунальщики обычно реагируют на такое поведение природы, многим становилось грустно. Немного оптимизма вселяла появившаяся под вечер на улицах города снегоуборочная техника. Снежная битва шла всю ночь. И вроде бы город в целом одержал в ней победу. Только вот городоначальник с таким мнением не согласен. Сразу отмечу первое. Я недоволен уборкой. Причин несколько. Первое. Если мы успели почистить основные транспортные артерии, в принципе, это первая очередь уборки, то тут действительно серьезных прям острых нареканий у меня нет. То вопросы по тротуарам, по остановкам, местам общего пользования, я имею в виду скверы, в парке, тут еще работы очень много. Головной болью на протяжении долгого времени для орловских коммунальщиков и городских властей в зимний период остаются пешеходные дорожки и тротуары. И для их чистки нужна специализированная техника, которой в городе не хватает. Ну или на крайний случай дворники, с которыми в городе тоже напряженка. По-разному отзывались об уборке снега в Орле и горожане. И где эта техника? Если она и убирает только центральную площадь Ленина, и да и то не убирает. А в остальных шаг право, в шаг лево ничего. Но зато наши чиновники прекрасно отчитываются. Парк чистен, почищен очень хорошо. И каждый день мы гуляем хорошо. Но другие, вот Красноармейская, около суда вычистили, а до суда надо долететь. Октябрьская, вот мы там ходили, около некоторых магазинах метр почистили, а больше... Дороги-то в основном почищены центральные. Доры, конечно, занесены, еще, может, не успели почистить. Но надеемся к вечеру почистить. Дворы тоже. В ночь на 14 января на улицах Орла работали 18 КДМов, 12 тракторов, 13 фронтальных погрузчиков, 3 грейдера и 4 самосвала. Основные автомобильные артерии города от снега к утру были очищены. Но расслабляться было не время. Режим круглосуточный, пока мы не наведем порядок. Сегодня ночью мы выходим убирать мосты, вывозить уже снег. И, соответственно, более качественно наводить порядок, как я и говорил, на тротуарах и дорогах. Вывозить весь этот снег будут на территорию бывшего аэропорта. Что же до снега во дворах и проездах, то он находится в юрисдикции управляющих компаний, которые и должны осуществлять его уборку и вывоз, чтобы новому снегу было куда падать. За прошедшие сутки на территории Орловской области погоду определял южный циклон, который сопровождался у нас сильным снегом и метелью. В Орле у нас выпало 13 мм осадков, что составляет 36% от нормы. По области максимально 15 мм осадков, это 41% от нормы. То есть мы как бы не привычили пока никаких таких показателей, ничего у нас сверх не было. А подобные ситуации у нас, условия наблюдались зимой 2018-2019 года. По прогнозу, Орел ждет еще несколько дней снегопада после первого снежного штурма. Стихия, похоже, переходит к войне позиционной. Хватит ли на нее у коммунальщиков запала и сил, узнаем совсем скоро. Олег Рудаков, Андрей Погосян, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Цены на товары, которые до Нового года по поручению президента взялось регулировать правительство страны, сегодня проверили в Орловских супермаркетах. Областной департамент промышленности и торговли организовал рейд по социальным товарам повседневного спроса. Что он показал и как на визит контролеров откликнулись работники прилавка. Знает Иван Суверин. Вопрос, который интересует проверяющих из департамента промышленности и торговли, не оставит равнодушным никого из Орловчана. Звучит он так. Сможет ли непритязательный покупатель приобрести в магазинах товары повседневного спроса с минимальной наценкой или вовсе без нее? Поскольку в стране нет чрезвычайного положения, диктовать продавцам розничные цены государство не вправе, однако может с ними договориться. Это и было сделано. Правительство Российской Федерации поручило органам власти, субъектов Российской Федерации, осуществлять контроль за уровнем цен и прежде всего цен на социально значимые продовольственные товары. Их перечень также утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Туда вошли 24 вида продовольственных товаров. Именно выполнение условий этой договоренности и мониторят представители администрации области. Так, например, на прилавках обязательно должен быть социальный сахар. Организации торговли Орловской области его обязались, согласно соглашению, продавать не выше 46 рублей в пересчете на 1 килограмм веса. Место социальным товаром нашлось даже на прилавках тех торговых точек, которые не позиционируют себя как магазины низких цен. У нас представлен ассортимент, доступный любому покупателю, от социально значимых товаров с низкой ценой и до товаров премиум-класса. Помимо зафиксированных цен, у нас есть также товары с минимальной наценкой. Социально значимые, которые выставлены в отдельном месте, но в стеллаже, согласно товарному соседству. Проверяющие отмечают, ни одного факта саботажа со стороны магазинов и торговых сетей Департаментом промышленности и торговли до сих пор не выявлено. А некоторые продавцы держат цены на ряд товаров даже ниже оговоренных. Для этого им пришлось исключить из торговых схем лишних посредников. Стараемся работать с прямыми производителями. По социально значимым товарам у нас достаточные объемы. Из-за того, что наша компания является не только ритейлом номер один, но еще и первым логистом в России. Мы имеем возможность всегда, в любое время, в достаточном объеме обеспечить любую торговую точку социально значимой продукции. А итогом для продавцов стало не только исполнение договоренностей с правительством, но и лояльное отношение бюджетных покупателей. Хочу сказать большое спасибо, кто это придумал. Очень большие скидки. Вот у меня, например, пенсия, у меня 17 тысяч. Очень много скидок бывает, и очень хорошее обслуживание. Можно по карману себе найти товар? Можно, даже очень можно. В департаменте промышленности и торговли Ив Фреть намерены следить, чтобы орловскими продавцами руководила не только рыночная конъюнктура, но и элементарная социальная ответственность. Иван Суверин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. В Орле педагоги организации среднего профессионального образования после новогодних каникул и перед выходом на работу. Массово сдают тесты на COVID-19. Соответствующий указ губернатор региона Андрей Клычков подписал в предпоследний день уходящего 2020 года. Он сделал обязательным тестирование на COVID школьных учителей преподавателей СУЗов перед их первой встречей с учениками, обучающимися в 2021 году. Учителя тесты сдали еще на прошлой неделе. Преподаватели сдавать их начали вчера. На базе техникума сегодня берут медицинские работники тесты у преподавателей трех учебных заведений. Русаново, Лапочкино и Автодорожный. Продлится тестирование орловских преподавателей три дня. Результаты всех тестов должны быть готовы к 18 января. Тех преподавателей, которые выйдут на занятия с коронавирусом, ждет дисциплинарное наказание. Игнорировать губернаторский указ педагоги не будут. Я считаю, что они должны быть регулярны, потому что бывает скрытая форма течения. Мы можем не знать об этом, мы можем являться источниками инфекции. Поэтому я считаю, что это нужно делать периодически и очень положительно к этому отношусь. В Орле за прошедшие сутки эпидситуация развивалась следующим образом. Количество подтвердившихся тестов на COVID-19 – 176. Ровно столько же 176 человек выздоровели. Умерло двое. Зал вольной борьбы, над которым в мае прошлого года обрушилась крыша, получил новую прописку. Приборостроительный 31. Поэтому у адреса уже идут тренировки. Впрочем, и ремонт там тоже идет. Про новую историю зала, про борьбу, вольную и зажвучесть орловского спорта. В следующем сюжете. Зрителю нравится разрушение, конфликт и что-то кровавое в перемешку с зомби. Такое зрителю интересно. Психологически это объясняется, например, жаждой адреналина и возможностью изгнать негатив из подсознания. Как бы там ни было, разрушительная новость от мая прошлого года заинтересовала тогда широкие народные массы, включая некоторые федеральные СМИ. Про рухнувшую во время ремонтных работ крышу спортзала между домами 23 и 25 на Наугорском шоссе узнали многие. Потому что это разрушение. А как же. А вот новость про созидание, про то, что этот спортивный зал продолжил работу, но по новому адресу, узнали наоборот очень немногие. Исправляемое это недоразумение, отправившись на улицу приборостроительная 31. У зала вольной борьбы теперь новая крыша. Да и стены, и двери, и окошки. Заниматься в новом зале ребята начали несколько месяцев назад. Занятия абсолютно бесплатные. Все желающие, и дети, и взрослые могут прийти, начать заниматься, попробовать, что такое борьба. Появление нового зала стало возможным благодаря собственнику этого помещения. Предпринимателю, который уже вложил сюда пару миллионов рублей, перепрофилировав под новые цели бывший ночной и дэнс-клуб. По свистку пять раз бросок в мельнице приготовились. Внимание! И цели эти не только ковка спортсменов, но даже подготовка ребят ко взрослой жизни. Ведь вольная борьба формирует характер и именно волю. Впрочем, всего спортивного не отнять. В декабре проходил Кубок губернаторов, поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Также наша федерация постоянно проводит турниры в честь наших героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войне. Ремонтно-строительные работы здесь еще ведутся. Во дворе планируется сделать кроссфит в зону. А через дорогу, если поможет местный депутат, в футбольную площадку. В общем, официальное открытие наметили на сентябрь. Приглашены все, особенно местные мальчишки. Сергей Быковский, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Ну и тогда же, летом, на центральном стадионе может открыться новый большой спорткомплекс. Официальный срок сдачи объекта – октябрь 2021 года. Но подрядчик обещает все сделать раньше. Здание в Орле известно как долгострой 90-х. В 2019-м стройку разморозили. Строительство объекта ведется в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Наталья Пехтерова продолжит. Эти кадры сняты в 2019-м. Тогда так выглядел долгострой центрального стадиона. Его начали возводить еще в 90-х. Тогда планировали, что здесь будет крытый теннисный корт. В 2004-м году стройка замерла. В 2019-м по инициативе Андрея Клычкова работы возобновили. Сегодня бывший долгострой превращается в многофункциональный спортивный комплекс. Общая стоимость этого объекта – более 220 миллионов рублей. Строительство ведется в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Пока рекорды здесь ставят не спортсмены, а строители. Главные герои – монтажники, сварщики, бетонщики. На объекте трудятся от 40 до 50 человек. Ход работ на личном контроле у губернатора к частым визитам главы управления спорта Алексея Берестова подрядчики привыкли. Все праздничные дни мы продолжали работать в усиленном темпе. Также планируем в новом году, я думаю, уже завершить объект. Не просто завершить по плану, а с опережением графика. Подрядчик уверяет, что справится с работами досрочно. Официальный срок сдачи – конец октября 2021 года. Весной начнется полномасштабное благоустройство. Раньше срока завершите? Как думаете? Да, у нас поставлена такая задача и другого выхода у нас нет. Пока доволен подрядчик, пока исполняет свои обязательства. Отлично. Чтобы не перехвалить, как говорится, вот-вот-фу. Вот она будущая гордость спортивного комплекса. Большой спортивный зал с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. В главном ядре этого спортивного комплекса 1800 квадратных метров спортивного паркета здесь будет. Этот объект будет включать в себя как площадку для тренировочного процесса, и так для проведения соревнований будут мобильные раздвижные перегородки, которые трансформируют этот зал на три части. Это пространство для занятий и соревнований. Здесь можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься акробатикой, гимнастикой. Раздевалки, тренерские, судейские комнаты, медицинский кабинет, блок для взятия допинг-проб. Список всех помещений нового комплекса обширный. Мы сейчас находимся во вновь пристроенном трехэтажном административном здании. При проектировании мы постарались учесть много разных нюансов, и для того, чтобы это здание действительно было удобно как для занятия спортом и проведения соревнований, но также и для болельщиков. И первый этаж этого здания в большей степени предусмотрен для нахождения там наших зрителей. Это и гардероб, и буфет, и входная группа, санузлы. Второй и третий этаж предусмотрены для спортивных школ. Помимо этого спортцентра, в Орле возведут еще два новых объекта. Манеж на центральном стадионе и физкультурный комплекс в районе Медведевского леса. Строительство начнется в этом году. Наталья Фехтерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Музей Бунина и картинная галерея Курнакова стали первыми объектами на Орловщине, которые присоединились к региональному проекту «Цифровизацию слуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». Его суть в создании мультимедиагидов. Благодаря им поход в музей станет еще интереснее. Анастасия Гришина узнала, как это работает. Зачастую мы в музеях не очень рады наличию мобильных телефонов у посетителей. Так было до недавнего времени и в музее Бунина. Однако с появлением специального приложения все изменилось. В пару кликов вы можете стать для себя своим личным экскурсоводом и узнать более подробную информацию о выставленных экспонатах. О них теперь расскажут мультимедиагиды. И такие всегда есть при себе у каждого современного человека. Мобильные телефоны в музее Бунина теперь можно использовать не только в качестве карманного фотоаппарата. С декабря они здесь еще работают и как индивидуальные экскурсоводы. Мультимедиагиды – это результат работы, совместной работы сотрудников музея и команды платформы «Артефакт». Музей в соответствии с инструкциями команды «Артефакт» создает уникальный контент. Это то есть описание музейных предметов, фотографии. Потом этот уникальный контент, созданный музеем, мы загружаем в специальную веб-форму на платформе «Артефакт». А уже потом команда платформы «Артефакт» переводит наш контент в специальный цифровой формат. Принцип работы предельно прост. Скачать приложение «Артефакт» на свой мобильный, открыть его, навести камеру мобильного телефона на экспонат и узнать о нем все самое интересное. Ключом работы этой платформы является технология компьютерного зрения. Эта технология позволяет распознавать музейный предмет, то есть экспонат, по его изображению. То есть в этой технологии QR-коды не применяются. Предусмотрели разработчики и возможность аудиовоспроизведения информации об экспонатах. Причем сразу на нескольких языках – английском, китайском, итальянском и французском. Но если же вы привыкли к традиционному формату проведения экскурсий, то приложение поможет и в этом. Для этого достаточно просто нажать на «выспроизведение информации». Но и чтобы не мешать другим посетителям, рекомендуем воспользоваться гарнитурой. Представленный в экспозиции патент, подписанный императрицей Екатериной II, свидетельствует о том, что в 1763 году Василия Бунина, двоюродного прапрадеда-писателя, который служил в правительствующем сенате коллежским секретарем, за оказанную его к службе ревность и прилежность, возвели в чин коллежского асессора. Еще один плюс этой программы – посетитель сможет с ее помощью увидеть скрытые вещи и элементы, которые ранее в наглядном виде отопросить было невозможно. В этом году к этому же проекту присоединится и Краеведческий музей. Анастасия Гришна, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Андрей Клычков стал многодетным отцом. В его семье родился третий ребенок – это девочка. Вот что написал сам губернатор в социальных сетях. Друзья, сегодня я стал самым счастливым человеком. У меня родилась дочка и сестричка нашим двум сыновьям. Благодарю свою любимую супругу за драгоценный подарок, наполнивший мою жизнь новым смыслом. Это долгожданное событие особой радости и большое счастье. Хочу поблагодарить всех за теплые, замечательные поздравления и самые искренние пожелания моей семье. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 100 и 4 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Загорелась газель. На обочине груда из корежного металла. Будет принято, профессионально решено. В отношении бездействия членов. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22-20-67. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Телеканал «Первый областной» представляет. Прямые трансляции. Всестороннее освещение топовых событий региона. Главные новости Орла и Орловской области. Точно, оперативно, информативно. Специальные проекты. Интересно о серьезном и о несерьезном. Тоже интересно. «Первый областной» — единственный в регионе телеканал с полноценным собственным программированием. Фильмы, сериалы, шоу-программы. Есть что посмотреть 24 часа в сутки. С 2019-го «Первый областной» в цифровом мультиплексе на полотне ОТР. С 7 до 8 и с 18 до 19. Телевидение вне рамок телевизора. Все проекты телеканала на «Первом областном портале новостей» в Ютубе и социальных сетях. На аккаунты телеканала подписаны десятки тысяч человек. Но главное наше конкурентное преимущество — наши кадры. «Первый областной» — хорошая компания. А в хорошей компании и реклама хорошая. Заказывайте, размещайте. Всегда ваш «Первый областной». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на «Первом областном». С вами Катерина Ясная. В 2021 году 20-летний юбилей отмечает Википедия. Интернет-энциклопедия, которая представляет возможность не только оперативно узнать информацию, но и вынести или отредактировать данные. Изначально статьи писали ученые, а корректировали редакторы. Позже это стало возможным для всех желающих. Википедия поддерживает 295 языков. Из них активны 284. Русский язык по количеству написанных на нем статьи занимает седьмое место в мире. Теперь вернемся к прогнозу. В Амцентске переменная облачность без снега. Днем мороз в среднем минус 15, ночью минус 19. В Ливнах пасмурно осадки в виде снега выпутут с утра. Минус 16 днем, ночью 17 мороза. Хоть и переменная облачность в Болхове, будет морозный день. Минус 17, ночью похолодает еще на 3 градуса, минус 20. Морозное в областной столице минус 15 и больше. Пасмурно, без снега. Ночью температурный фон может снизиться до минус 19. Северный ветер со скоростью 2 метра в секунду дополнит зимнюю картину. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. Таковы погодные дары пятницы. А вас всегда согреет новостями первой областной. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Магазин «Планета одежды и обувь» приглашают за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Большой магазин низких цен. «Планета одежды и обувь» – ваш любимый семейный магазин. Кормовая добавка «Здравур» укрепляет здоровье куры и другой домашней птицы. Повышает яйценоскость и качество продукции. Приобретайте «Премикс Здравур» в магазинах вашего города. Пусть пятница подарит вам море позитива и хорошего настроения. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. Быть стильным теперь в моде. Магазин «Планета одежды и обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Большой магазин низких цен. «Планета одежды и обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе 23, Цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе 74, 2 этаж. Улица Михалицына, дом 5. «Планета одежда и обувь» – модно, не значит дорого. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Каждые 15 минут в России регистрируется новый случай заражения ВИЧ и вирусными гепатитами. Главное – выявить заболевание как можно раньше. ВИЧ-гепатит. Знать и защищаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова